Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о самой крутой системе HobbyWing Fusion. Эта система очень крута тем, что она имеет в себе уже регулятор внутри мотора, то есть два в одном. Ну и также еще один ее очень большой плюс, это влагозащита и система FOG. FOG это именно HobbyWingовская тема, полный контроль тяги вала мотора. Давайте я вкратце объясню, почему выбрал именно Fusion. Хотел компактность, мне не нужен AXE R2, потому что он великоват в плане того, что есть регулятор, дополнительные провода, провод-сенсоры. Ну и в принципе я хочу катать не триал, а именно трофе, медленные покатушки по кайфу. Но есть, точнее у меня были в данной системе пару сомнений. На ютюбе я очень мало находил именно информативных видео с тестами. Если даже и были какие-то покатушки, то там люди гоняли горелые на этих системах и какой-то плавности я там не мог увидеть. Поэтому давайте сейчас я вам расскажу все плюсы и минусы данной системы. Особенно о минусах и есть других нюансах, с которыми я столкнулся, уже более подробно. Давайте начнем с коробки. Когда мне пришла эта система, я даже немножко ошибся, думал, что коробочка не та, потому что AXE она разойдет в 4, коробка больше. В общем-то, так как регулятор внутри мотора, естественно ничего в коробке не было, кроме самого мотора. Но также идет дополнительно программ-карта. Программ-карта здесь специальная, так как здесь не сильно много пунктов управления, по-моему их всего 9. Но это не очень того важно. Там буквально выставляете бэк, может либо 6, либо 7, 4. И еще буквально пару важных настроек. Все остальное оно, в общем-то, используется в стандарте. В комплекте идет карта и провод удлинения, который идет в приемник. В общем-то, инструкция. Из инструкции очень важно, главное, это калибровка самой системы с коробки. Очень обязательно откалибровать систему. Видеоинструкция будет в конце видео. Сейчас давайте я вам вкратце расскажу о своей модели. Это Defender. В принципе, в стоке даже тяжелая модель относительно многих. К тому же, она у меня сильно утяжелена. В общем-то, как вы видите, металлический бампер, металлический задний, боковые пороги тяжелые. Низ у меня весь сток, то есть мосты. Никакого тенинга я там не хочу видеть. Хочу катать именно стоки, чтобы было более по-настоящему. Тяжелый утяжелитель на полкилограмма идет спереди, чтобы утяжелять переднюю ось. Так как кузов Defender имеет большой вес сзади. Плюс там запаска. Ну и у меня два аккумулятора обычно. Это два трески, два двески, там 5-7 тысяч по емкости в среднем. То есть и вес порядка 8 килограмм. И когда я думал поставить Refusion, я думал, что будет слишком греться. В каких-то особенно... Так, колеса у меня 116, если что. В каких-то моментах в горку, под нагрузкой, там минута, вторая, и система будет уходить в перегрев. Какой-то подробной информации с тестами о нагреве я не видел. Поэтому, грубо говоря, купил ее именно для тестов. Впервые я такое сделал, но, в общем-то, посмотрим. Самый большой вопрос, который задает к себе сама система, что она идет на 40 ампер. То есть, грубо говоря, я ее всегда позиционировал как систему для трофи, где нет места нигде, чтобы размещать там регулятор дополнительный, кучу проводов проводить. Так как эта система очень компактная, так как нет ни регулятора, нет ни трех силовых кабелей, а особенно сенсорного кабеля, который еще идет с соединением. В Аксе 2, к примеру. Почему я сравниваю ее именно с Аксе R2 или R1? Потому что только у этих данных систем есть система FOG. Ну, контроль тяги. Также следующий момент по поводу перегрева. На самой карте есть пункт по перегреву. То есть, это либо выключить его, либо это 105 градусов, либо это 125 градусов. Я оставил 105 стандартные. Ну, и думал, что система будет, мотор будет очень горяч. Вместе с регулятором, во-первых, это все вместе в одном корпусе. Я не ставил никакие охлаждения, так как в R2 на радиаторе самого регулятора стоит кулер, который хорошо ее охлаждает, плюс там есть радиатор. Здесь это все залито в одном корпусе. Также система полностью влагозащитна. Это тоже уже проверено. Я думаю, будет сильно греться. Но, в общем-то, я получил порядка, наверное, 40 градусов. В самых максимальных тестах это на 3С. Это с буксом. Это, наверное, 3 минуты беспрерывного газа. Буксуя, проворачивая грунт под колесами. То есть, в таких довольно-таки хороших тестах, учитывая, что модель будет испытываться, точнее кататься дальше только в трофе, в таком лайт-режиме, грубо говоря, знаете, как на камеру, как настоящий джип. Так как какого-то триала или гонок у меня к этой системе нет. Почему использую 3С? Так как стоит самый маленький пиньончик. Это 9 и 45 спур. Чтобы был и максимально плавный низ, и оборотов было чуть больше, чем на 2С. Но хотя я госпол крайне редко жму. В общем-то, давайте сейчас посмотрим видео с небольшого теста. Там я вам покажу саму плавность системы. Как она едет из горки и в горку. И уже скажу, какие минусы вылезли после установки Fusion. Итак, друзья, давайте сейчас покажу пару минусов, которых я расскажу чуть-чуть позже уже самой студии. Есть минус именно в самой шасси, потому что обороты двигателя, они всегда одинаковые. То есть, нет такого, как у простой БК, что модель едет плавно. Плавно нарастает мощность, плавно она ускоряется. То есть, такая железнообразная тяга. Здесь же тяга, она локомотивная, но обороты двигателя, они постоянные. И поэтому есть такой минус, особенно при спуске с горы. Я сейчас вам постараюсь это показать на малой скорости при прохождении спуска вниз. Ну, начнем с того, что любая другая система вообще не сможет так. Потому что у нее нет контроля тяги. А у этой, здесь именно сам момент шасси виноват. То есть, свободный ход. Сейчас я вам это именно покажу его. Итак, друзья, выставляем триммер, чтобы модель ехала медленно. Это у нас, я поставлю, у меня почему-то только на 120 она начинает ползти. Хотя это, можно и в 5 раз медленнее ехать на самом деле. Поэтому сейчас я буду управлять только рулем. Давайте даже сделаем еще помедленнее. Вот, сейчас я буду управлять только рулем. Я даже попробую пульт поднять повыше, чтобы вы видели, что я не трогаю газ. Газ это другой курок. И вы видите, да, что был момент такой, что мотор крутится постоянно. Вот он дернулся. Буквально немножко на сантиметрик. Вот он дернулся. То есть, он... У трансмиссии есть свободный ход. Вот, с этим нужно будет что-то делать и бороться с этим. Устранять, как минимум. Потому что, когда он на что-то наезжает при спуске, мотор начинает прокручивать трансмиссию, а потом он при спуске прокатывает саму шасси. Вот, но, как видите, плавность фундаментальна. Сейчас я разверну шасси, покажу вам, наверное, минимальные обороты, которые он может ехать. Но вам может показаться, наверное, что он стоит, но он едет. Вот, это у нас 45-й триммер. Вот 45. И вот вы видите, как он едет. Это стоит первая скорость. То есть, и сейчас он поднимается в хорошую горку. Напоминаю, сейчас модель весит порядка, может, 6,5-7 килограмм. Облегчил. Но не специально, потому что спешил. То есть, он едет, он дергается, потому что очень много мелких таких вот шишечек, как видите. Но колеса крутятся очень плавно. То есть, здесь сам момент тяги ее хватает. Он не заглыхает, он не перегревается. Сейчас, конечно, градусов 15 на улице. Сегодня солнечный день, но тем не менее прохладно. То есть, ну там 10-15 градусов. Но вы видите, что колеса крутятся очень плавно. Какие-то просто с другой стороны подбуксовывают. То есть, это для очень медленной покатушки. Но, напоминаю, 9-й пиньон. Буду ставить 3S на второй скорости, на 3S. Модель едет гораздо-гораздо-гораздо быстрее, чем вы идете спокойно пешком. То есть, она на 3S носится как горелая. Сейчас добавим газа чуть-чуть. Рулим только рулем. Как видите, это довольно-таки быстро. Модель может ехать, как вы понимаете, гораздо медленнее. Но я просто устану ждать. При таких оборотах также не пропадает никакая тяга. Модель локомотивно едет вверх. Показывает она себя пока что отлично. Нужно бороться с тем, что вылез минус у самой шасси TRX. Это, можно сказать, столкнулся с вылезущим минусом у самой шасси. При другой БК-системе я этого не замечал. Ну, замечал, но не так сильно выражено было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, в общем, давайте подведем итог. Данная система меня по-настоящему удивила, потому что я был готов получить какой-то нагрев от данной системы, даже в ту погоду в плюс 15. Потому что я тестировал саму систему, там на заднем фоне играли дети. И там была большая площадка с таким изменяемым рельефом. Я катал модель просто, наверное, минуты 3, может 5. Ну, то есть достаточно долго газ в пол, по песку. То есть модель была под нагрузкой, учитывая тем более вес. И я думал, что мне нужно будет делать какое-то охлаждение, радиатор, кулер. По факту я получил Е2 теплый мотор. Ну, корпус системы 2 в 1. Как вы видели, если вы именно внимательно смотрели самый момент тестов, то у модели есть вот этот момент, когда модель качается, но вал мотора еще стоит. То есть от пиньона до колеса есть люфт самой трансмиссии. И когда вал мотора крутится всегда с одинаковой скоростью, то как раз эти люфты и показываются, ну, вылазят наружу. Когда простая система, даже сенсорная, крутится под нагрузкой, да, к примеру, и нагрузка пропадает, то обороты мотора резко увеличиваются. И вот этот момент, он как бы сглаживается. Это как бы и плюс, и минус. Но, естественно, данная система, она поэтому так и стоит дорого, что вот есть контроль тяги. Буду устранять моменты в самой трансмиссии. Я думаю, это будет относительно несложно. Но нужно учесть, что модель используется, наверное, уже года два в тяжелых условиях. Вся трансмиссия стоковая. Все знают в Екатеринбурге, как я очень сильно испытывал всю трансмиссию данной модели, как я на ней ездил. Естественно, это было в прошлом. Но, тем не менее, сама выработка в каких-то шестеренках, она, естественно, увеличена. Поэтому у новой модели, если использовать модель, вы будете по назначению, проблем должно быть гораздо меньше. Но это уже будет отдельная серия. В общем-то, данную систему я вам, конечно же, рекомендую. Она вообще превзошла все мои ожидания. Купить вы можете ее у меня в магазине. Переходите по ссылкам в описании. Быстрая доставка по всей России. Естественно, гарантии на саму продукцию. Теперь давайте к той видеоинструкции к калибровке системы. Очень важно откалибровать систему после покупки, чтобы мотор работал правильно. И я, как иногда читаю, что у кого-то, кто просто поставил, поехал, бывают глюки. И глюки эти могут потом устраниться после калибровки, а могут как бы и нет. Так, я взял аккумулятор. Подключаем систему. Берем пульт. Включаем сначала пульт по всем правилам управления моделями. И зажимаем кнопку буквально на 4-5 секунды. Как слышите, она включилась и начала пикать. Этот звук издает сам мотор. Если, допустим, у вас он не шумит, то возьмите его в руки и потрогайте. Он должен так работать рывочками. Нажимаем, выставляя трим в ноль обязательно, нажимаем один раз. Мотор издал один писк. Нажимаем газ в пол, нажимаем второй раз. Нажимаем курок вниз. Третий раз. Отпускаем. Он издал опять звук четвертый раз, то есть он сохранил эти настройки. После этого я советую как бы перезагрузить систему, выключить. И просто один раз нажать и включить ее. Все, мотор издал два раза пик, что он подключен к двухбаночному аккумулятору. И еще раз пик подтверждения диагностики, к примеру, я не знаю, что она включена. В общем-то, если сейчас посмотреть, то система, модель работает. Как я показывал в видео, она может максимально медленно ехать. Если я сейчас упру в нее руку, то она начнет буксовать. Задний дифф у меня разблокирован. Это очень тяжело. Модель прям очень сильно толкает. В общем-то, тяга у моделей есть. Также будут дальнейшие тесты по буксировке, к примеру, у кого-то. По подъемам в гору, в грязи и прочем. Так что подписывайтесь, пишите комментарии, я на них отвечу. Так как прям в реал тайме тестирую данную систему. Всем спасибо, всем пока.